здравствуйте уважаемые телезрители это программа час интервью я григорий антимония большим удовольствием представлю моего сегодняшнего гостя это народный артист россии виктор сухароков здравствуйте друзья я вам уже признался до нашей встречи вот здесь вот уже в студии в своей любви и говорю это совершенно открыто а я принимаю открыто искренне да я вас увидел впервые фильме бакенбарды потом еще вот этот фильм был комедии строгого режима замечательный совершенно фильм хотел до влатова мало имел в общем отношения честно говоря так мне кажется но сам фильм и то что вы там делали это было очень классно и с тех пор я за вами слежу как тут не стараться как тут не развиваться если за тобой следят но когда я готовился к нашей встречи я кое-что открыл для себя в отношении вас то чего не ждал и даже как-то не ожидал ну например вы совершенно без тени смущение или застенчивость и говорите я горжусь тем чего я добился я считаю что я актер высокой пробы другие как-то об этом говорить так стесняются или отшучиваются вы об этом говорите а где же это скромность советского артиста это вы о ком как они сходятся актерство и скромность я этого не понимаю мы же говорим не о человеке сухорукове который может буквой г копаться в грядках у себя на даче это не тот актер человек сухоруков который тихо ходит по улице москвы ездит в метро в общественном транспорте ходит по магазинам который может сидеть одиноко в кресле в трусах ходить по паркету по квартире и что-то про себя мурлыкать мы говорим об актере сухорукове актер сухоруков и я убежден и вообще актер он не должен быть скромным бесстыдным обязательно нагло мне нужно быть самонадеянным это противно амбициозным где-то допускается но скромничать а потом я же когда говорю да я горжусь да я профессионал я опять говорю о том знании своего предмета о знании своей профессии в которой я всю жизнь иду по этой профессии учусь совершенствуюсь и вместе с тем к этому могу добавить я профессионал но я так и не стал мастером я продолжаю учиться я учусь я продолжаю учить и мне кажется и умирая на смертном одре актер сухоруков скажет у меня вопрос ну до этого я думаю еще далеко конечно вот тем более что вы обещали что будете жить долго долго давайте немножко поговорим о вашем детстве давайте это орехово зуева московской области и вы жили в простой семье родители работали на фабрике на фабрике да где еще там собственно работать а как появилась вот эта тяга к актерству ой горе как вам сказать этот вопрос очень популярный в моей уже публичной жизни я все время когда мне задают этот вопрос я отвечаю зайчик в детском саду кукольный театр миронета который приезжал с нас собирали по 20 копеек с родителей и приезжала черная коробка и там маленькие какие-то человечки играли в этом ящики и я виде эти веревочки привязанных к рукам и ногам я эти веревочки воспринимал как какую-то нервную систему этих живых человечков вы не поверите 57 год по моему фильм роу мария искусница про водяного царя и там есть эпизод когда водяной царь открывает шкатулку и там маленькие балеринки танцуют танцуют и вдруг он кричит мама мальчика перевалов актер ребенком снимался и они все съеживались в этой шкатулке я верил что такая шкатулка есть я верил что есть такие маленькие человечки я верил в этот черный ящик и я верил в то что будучи зайчиком в саду я буду обязательно крупным актером в россии или может в мире я тогда не знал что мир так велик я знал что есть советский союз но я не знал что есть такой большой огромный мир к сожалению я его рассматриваю уже поздно мне много лет и поменял бы я что-нибудь для себя наверное много чего поменял только из любопытства только для того чтобы расширить не уйти или там уехать что-то сломать нет не для разрушения а для обогащения для какого-то выроста из своего провинциального пиджака вы вспоминая свое детство в орехово-зуево вы в интервью говорите я помню нищету голод неудачи пьянство драки страхи а что вот вот вас сегодняшним от того витя сухорукова от того ничего не осталось открываю сенсационную новость перед вами реинкарнация сухорукова то есть есть имя фамилия документы есть все я сам себе задаю вопрос где тот сухоруков звонок сегодня был из москвы звонит один из продюсеров дима перкулов я с ним сотрудничаю с александр анатольевича прошкиным уже не первый фильм мы закончили хорошую картину под названием охрана я настолько люблю то что я делаю что мне не нравится же слово название а все время хочется сказать по имени фильм по имени спектакль по имени так вот вот все что вы перечислили наверное есть только страх что чего-то не успею или с чем-то опоздал все остальное что вы перечислили растворилась потеряно нет не потеряно оставлено там на перевалах в тупиках в затемнении за углом там в той жизни в первый второй у меня сегодня третья жизнь и вот мне муперкула звонит говорит витька вот ты все время скрывал а я сегодня женой смотрел картину по нашему российскому телевидению три жизни видите сухорукова этот фильм документальный был сделан к моему юбилею три года назад до сих пор крутят 45 минутный 50 минутный хороший фильм именно там я исповедовался перед огромной аудитории я рассказал честно многих вещах только для того чтобы другие не наврали чтобы другие не оболгали чтобы другие знали чтобы многие знали что есть счастье на земле есть чудо на этой планете есть вещи которые подвластны нам смертным вот как бы сказать мы можем что-то внутри себя изменить и внешне и внутренне изменить вокруг себя мы можем не подчинить мир тот в котором мы существуем но мы можем гармонично в него даже ворваться я ворвался в этот мир неожиданно но для этого мне пришлось многим пожертвовать с чем-то расстаться потерять оставить заплатить не деньгами а именно каким-то неким походом самостоятельным походом жертвенным может я витиевато рассуждаю но скажу что такое сегодняшний сухоруков я сам себе иногда глядя в зеркало и говорю господи а где тот сухоруков который пел песню любимой актрисы татьяны дорониной у меня был период во второй жизни именно самый кипучий могучий самый черный червивый самый как вертлявый жизни это вторая жизнь после окончания института и перед тем как я взлетаю на кинематографе и в новой своей жизни театральной двухтысячный год и вот этот промежуток он самый конечно и самый интересный так вот там было очень много того что я не понимал что со мной происходит первой жизни это детство там мечты страсти к искусству страсть именно из нищеты но я любил картинки я любил кино я любил галереи я любил концерты на стадионах я любил много чего я любил сказки я любил новый год только за то что по улицам ходили ряженые я любил драки пьяных людей мне нравилось наблюдать я маленьким мальчиком залезал на подоконник и подсматривал за людьми я изучал старых людей пьяных людей свадьбы похороны эти процессы эти процессы меня манили увлекали и я все время ждал каких-то перево превращений и в результате очень известная история которую я рассказывал очень часто она хороша для моей биографии сказка снегурочка я настолько верил что это снегурочка у бабки с деткой ожила что я слепил под окном своей казармы то есть барака фабричного какую-то снежную бабу бусинки в глазах помаду губы нарисовал в общем сделал свою снегурочку сел окна и стал подглядывать думая о том что дедка то с бабкой не заметили как ожила снегурочка а я то подгляжу как она вздрогнет плечами и сделает первый шажок я уснул и меня мать потом перетащила в кровать и утро я просыпаюсь а я уже в постели бегом к окну а на улице оттепель и так часто бывает мечта растаивает превращается в какой-то черный снег и ты тебе остается только губу отвесить расстроиться заплакать и сказать а как же так и как но я не переставал верить в эти сказки вот оттуда наверное вот это все и произрастало потому что в моем роду из моих поколениях до меня не было людей искусства не было творчество не было пианино шахмат лыж ничего этого не было я очень долго уговаривал маму уже участь в третьем классе чтобы она купила мне авторучку мы писали кардашом потом ручкой перо на это не проливайка чернины с собой носили все были в чернине но в данном случае не так не хочется сегодня рассказывать именно не о бедности а нищете а в чем разница знаете бедность и нищета это одно и тоже только нищета это понятие бедности грязные а бедность понятие бедности чистые я бы о другом хотел сказать вот вы очень открыто я бы сказал смело говорите о чувстве изгойства которое было с вами очень долгое время начиная с детства я помню вы говорили о том как вы пришли в первый класс и вы плохо слышали глухой да осложнение это был такой дефект который сразу выталкивал куда-то на обочину и левша сторону левша глухой что запрещалось советской школе да сразу же с детства стали не такой как все да и где-то вот сбоку на в стороне еще мечта тоже откладывалась когда я что-то изображал люди смеялись и они смеялись может надо мной зло а мне нравилось что они смеются что я им доставляю удовольствие вот это вот ощущение но с вами долго было долго потом ушло когда меня приняли в институт гидис да а это было грандиозное событие провинции вдруг из какого-то фабричного городка московской губернии сто километров барака да это последний город московской области дальше был сто первый километр что такое сто первый километр это уголовники это сын высланные люди и именно поэтому городе орехово-зуева и угол и драки и пьянки и убийства там все было потому что это был был опас это последний а как бы остров цивилизации в семьдесят четвертом году в гитис в среднем было 85 человек на место она актерский факультет 116 человек на место перед вами сидит мальчик витя сухоруков который 116 человек отодвинул сторону чудом я не говоря то что я лучше их я случай из этих 116 я неожиданность из этих 116 я чудо просто понимаете потому что каким образом остальский всел портфеевич который набирал курс он же сказал то он либо ненормальный либо гениальный но он рискнул наверно понимал ну не понравится уволю в отчислю но передо мной гвардия талантливых пацанов и девочек шли в эти московские вузы и они остались там у забора с надписями мелком угольком и чем угодно понимаете а я вдруг раз и попал в московский вуз это было грандиозное событие в моем городе орехово-зуева я же выпросил справку в деканате не дайте справку что я поступил на первый курс актерского факультета я с этой справкой шел по субботнему орехово-зуеву был июнь месяц тепло прекрасная погода танцы в городском парке горят гирлянды лампочек как покрашенных гуашью молодежь танцует выпивает портвейн и я шел по этой улице и у меня только в уме диалог с матерью меня приняли в московское высшее учебное заведение это это какие-то такие были деньки и вот сегодня я приглашаю на актер театра фактанга это тоже чудо сегодняшний сухоруков служит в академическом орденоносном театре имени мост совета где служила фаина раневского георгий жжонов вера морецкая любовь орлова мордвинов ванин абдулов не саша тот абдулов из остров сокровища хромой то есть гвардию таких осипов душу осипов да и набронно играю спектакль так вот там там мальчик ореха зуевский и вот произошла реинкарнация в том плане что во второй жизни передо мной некая сила могу назвать богом можно назвать чертом можно назвать некой миссией неким каким-то каким-то я не за властителем который сказал давай начнем все сначала хочешь хочу трудно будет игры согласен но запомни сухоруков лучше не будет легче не станет готов готов и одиночество будет преследовать тебя долго долго и я как приготовился именно такой трудный забвенческой какой-то жизни очень скупой на маршруты театр дом магазин вот какому-то очень скромному своему существованию как раз до бакенбардов до юрия мамина это вот были как раз начало восьмидесятых и вдруг конечно чтобы сегодня сидеть здесь в торонто вашей телевизионной компании грегори и хвастаться и гордиться и говорить да я состоялся конечно я куражу конечно я тут изображаю себя клоуна но я драматургический человек не драматической судьбой а именно драматургический любая из любая страница жизни сюжет так вот сегодня чтобы так сидеть я во второй жизни многим пожертвовал я многое оставил там вот вы сегодняшний себе вот из той жизни с начала восьмидесятых да когда вроде вот вы закончили гитис открывается новая жизнь да вот все мечты могут быть реализованы и вдруг все рушится да и вы о себе говорите с такой просто пронзительной откровенностью которая ну наверное свойственный героем достоевского нужно из вашего интервью да одну короткую цитату это вы говорите о себе я был животным пьяным замызганым никудышным и бесполезным да все правда и добавить могу а лужей червяком в этой луже инфузорией можно сказать я говорю о прошлом понимаете когда говорят а вот тебе не обидно а вот тебе не жаль я говорю счастливый человек не имеет права на обиду счастливый человек не имеет права на месть как ни странно не надо быть благосклонным не надо быть щедрым не обязательно быть снисходительным но если у тебя что-то получилось что-то состоялось ты оформился и у тебя как бы знаете тебя облил судьбоносный какой-то дождь вот он омыл твою жизнь он обновил тебя омолодил оздоровил осчастливил из-под такого души нельзя выходить злобным смирно ну что любезный чем волны чуить у труящихся а супец-то жидковат ну вот ведь можете когда захотите товарищ революция голубчик не только штуками делается но и брюхом а я тебя хотелось бы мне сегодня большего всегда человеку хочется больше когда он что-то имеет когда ничего нет мы говорим ой нам бы хотя бы вот чуть-чуть и скручивает нас от скромности от жалости к самому себе нам бы только но когда что-то происходит с тобой и ты начинаешь кто-то глупеть кто-то задумываться кто-то радоваться я сегодня говоря о прошлом честно в подробностях я многое забыл и обо многом умалчиваю естественно потому что если я расскажу все вы можете меня списывать в утиль на свалку как и желтая пресса так и цветная пресса и любая общественно политическая программа я буду уже неинтересен но я знаю виктор что вы совершенно правильно делаете говоря это сами конечно потому что когда вы говорите сами вы выбиваете почву стул да 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 всех недоброжелателей сухачателей да это когда человек имеет мужество так о себе говорить и вторая причина я же говорю о прошлом вот если я говорил это о настоящем наверное здесь надо задуматься больной когда уже это прожито об этом не страшно рассказывать третье для меня прошлое не прошлое для меня прошлое это мой сегодняшний учебник катехизис это моя библия индивидуальное напоминание это мои уроки правила мои параграфы вы были изгнаны из театра в питере в ленинграде без права приема на работу с волчьим билетом ну можно сказать что да это было дно можно можно нужно да это это было дно и мы знаем десятки может быть даже больше таких актерских судеб когда таланты в общем не состоялись ли только так чуть-чуть сверкнули и рушились куда из-за этого вот пагубного пристрастия алкоголь у кого-то алкоголь у кого-то наркотики алкоголизм наркотики любовь обман предательство унижение лицемерие это все из этого я просто размышляю так вслух но все-таки вы выстояли да вы состояли и как личность и как высокого класса профессионал как вы смогли вот смотрите миша катс это был кинорежиссер в одесской киностудии в 90-е годы он увидел меня в дебютной картине алексей балабанова счастливые дни алексей балабанов увидел меня когда я озвучивал картину бакенбарды сейчас я немножечко говоря все это подчеркиваю вам дорогие телезрители или люди видящие и слушающие нас я говорю именно о сигналах судьбы как мы их порой не замечаем начну я немножко опять сейчас отвлекусь только я мысль не потеряю вот вы сейчас то что вы сказали как мне удалось оттуда вынырнуть из этой этой жижи даже не воды не из со дна пузырь какой-то это какая-то тяжелая пучина порой бог к нам приходит в обличье людей я заявил однажды потому что я вижу я чувствую что кто-то мне помогает но кто я не знаю и когда я говорю я сам я сам да не сам а именно какие-то люди какие-то слова какие-то звонки какое-то внимание может быть я этого не знал но кто-то мне я мешки гружу которые тяжелее меня грузчиком изгой и вдруг Ирина Стручкова женщина обыкновенная режиссерша подсказывает режиссеру в театре Левского комсомола ныне Балтийский дом в Ленинграде говорит есть один талантливый вот он и меня вдруг затаскивают в театр и так же с мамином в бакенбардах Володя Студейников он служил у Петра Фоменко в театре комедии в свое время мы вместе и он потом уходит в кинематограф Каристову Виктору земляем и пухом гениальный был режиссер и кстати ученик Мамина можно сказать Юрий Борисович сам признавался и он готовил фильм бакенбарда должен был певцов не получилось Колтаков не сошлось ну и Володя говорит да есть один ненормальный талантливый говорит Витя Ксухоруков но он неизвестный веди сказал Мамин и Мамину не понравились фотопробы и он учиняет мне кинопробы и я на этих кинопробах проклиф уже кинематограф потому что он меня не признавал а мне уже 39 лет он говорит давай вот руководи людьми и я экспромтом даю ему кинопробу у него очки съезжают я еще и откомментировал ту роль которую он с Лейкиным написал в сценарии Юрий Борисович Мамин я утвержден я лечу на гастроли в Балмату в Советском Союзе а за мной летит телеграмма вы утверждены на главную роль к чему я все это вот такие ответвления от нашего от вашего вопроса нет все это все об одном понимаете как удалось вернуться к себе я ведь к себе не вернулся я себя оставил там я просто почему я люблю слово реинкарнация ну даже глаза у меня стали более жесткие или колючие или просто постарели я постарел с меня слетела пудра но я галантен кланясь толпе как пели у нас на курсе абстракцию скажу я так любил жизнь я так хотел свободы хотел свободы от долгов я хотел чтобы у меня горел свет и его не отрезали за долги я хотел чтобы у меня работал телефон я хотел чтобы у меня был телевизор я хотел чтобы у меня была чистая постель я хотел чтобы у меня была работа Чтобы у меня была публика. И вот тогда ты пришел, некий, и говорит, пойдем, пойдем, попробуем все с самого начала. С жертвами, с потерями, с какими-то ущербами. Я говорю, пойдем, попробуем. Так уже было. Пойдем, попробуем по-другому. Нельзя отчаиваться. Нельзя злиться. Не надо искать виноватых. Я во всем виноват. Я причина всех моих и бедствий, и странствий. Только я. Почему я сегодня люблю людей? Я люблю жизнь. Это спасло меня. Или подтолкнуло. Но это только маленькая щелочка в той двери, которую я распахну в дальнейшем. Потом чуть-чуть я приоткрыл любовью к людям. Еще чуть-чуть дверь приоткрыл. Любовью к профессии. И потом я взял за эту ручку и говорю, ну дайте мне попробовать. И я ее отрываю с петель. Эту дверь судьбы, жизнью, как хотите, образ. Потому что на меня такое понеслось. Но почему я про Мишу Каца вспомнил? Это 92-й год. Он увидел меня в дебютной картине у Алексея Балабанова, который меня утвердил на свою роль. И после мы будем сниматься с ним пять фильмов подряд. И он сделает меня всемирно известным. Благодаря фильму «Брат, брат 2». Но не об этом речь. Именно там Миша Каца меня увидел и пригласил на фильм. Его никто почти не видел. Называется «Хромые внидут первыми». Главную роль играл. И я еду в Симферополь, у меня полсумки лекарства от язвы желудка, полсумки беломора. Термос не поставить. Бросать надо курить. Дефицит, перестройка, очередь за пеперосами. И я думаю, это я из-за этой проститутки, из-за этой цигарки, этой папероски буду стоять в очереди. А мне будет сисястая продавщица из ларька кричать «Всего пять пачек в руки!». Пошли вы все со своими дефицитами, очередями, позором, унижением. И это говорит вам человек, который только-только нос высунул из дерьма. И я бросил курить. И я не бросал курить. Я пошел на войну с этой проституткой. Только вот окоп, здесь я, а тут папероска. И я лежа под выходные дни, я уже в Балтийском доме работал, Ленинского комсомола. Лежу, и душа с телом расстается. А я думаю, нет, это меня не трясет, не колотит. Это не наркомания, это не курение, это пытка. Меня пытает враг. И я придумал себе игру в войну с паперосами. Паперосы – это вражьи войска, а я – это, значит, мои войска. И я ее победил. Сегодня вино рекой, еда в изобилии, скатерти Самобранкин повсюду. Соблазны, улыбки, разврат, любовь, кино, вино, домино, обман, все, все. А я сижу, как Катя и какая Иванова в окошке актрисы Зуева. Жили-были дети, баба. И рассказываю сказки про себя. Но мне доставляет удовольствие рассказывать об этом, потому что еще раз хочу вам сказать. Не надо опускать руки. Не надо слабеть. Это только кажется, что это конец. И у слова «конец» тоже можно поставить многоточие. И именно наша жизнь, наше деяние, наша смерть не в слове «конец», а в многоточии. Я живу этим многоточием очень-очень давно. Конечно, сегодня не очень полноценный сидит перед вами человек. Во мне и в моей биографии есть темные пятна, или как это, черные дыры, белые пятна. Но есть у нас такая телевизионная программа великолепная на канале «Культура». Все это есть. Но сегодня я настолько счастливый в своем профессиональном каком-то деле. Я счастливый в своем путешествии. Я прихожу в посольство, вот в американское. Мне не задают вопросов. Мне ставят штамп виза. Езжай, Виктор Иванович. Ешь, пей, гуляй, наслаждайся. И я сажусь на двухъярусный автобус и езжу, и катаюсь по ночному Нью-Йорку. И молчу. И идет дождь, и горят огни Манхэттена. Английский язык чего-то там кудахчет в уши. Я ничего не понимаю, хотя английский язык изучаю уже 10 лет. Утром учу, вечером забываю. Вечером учу, утром забываю. Да черт с ним! Но я его учу. И мне это доставляет удовольствие. Попробуйте, попробуйте свое самое нехорошее, неприятное, гнусное дело с удовольствием к этому относиться. Вы знаете, помогает. А были ли люди, которые от вас не отвернулись? Да. Я, может быть, сегодня скажу об одном человеке. И это заслуженный артист. И вы его знаете. Андрей Шарков. Он актер театра, Большого драматического театра имени Товстоногова в Петербурге, толстый. И в «Тайных следствиях» сериал, он играет уже 15 лет по Талганатома в Беретте. Вот. Это вот мой друг. Человек, который знал меня всякого. Во все времена. С тех пор, как я вернулся в мир искусства. И он, зная все это, ждал, когда у меня все сложится, все получится. И сегодня это, можно сказать, самый надежный мой товарищ. Потому что все эти годы он не бросал меня, чувствовал меня, помогал мне. И таких есть. Такие люди есть. Но их меньше, чем пальцев на руке. Но они есть. А есть ли вот из той жизни люди, которым бы вы, ну не знаю, хотели бы отомстить нехорошее слово, но как-то вы помните, да, вот эту какую-то боль, которую вам причинали. Конечно помню. Несправедливость. Есть такое. Вот с этим, как вы с этим живете? Рассказываю. Победами. Я не мщу им, знаете, как это, дерьмо под половичок. Нет. Я им в форточку-то не плюю. И дохлую птичку не кидаю. Я мщу им своими победами. Своим путешествием, своими наградами. Вот улыбнись нам, Господи. Римас Туменас, лучший сегодня художник, театральный художник не только в Москве, но и в России. Один из лучших в России, лучший в Москве. Меня приглашает, ну можно сказать, с улицы на одной из главных ролей спектакль по произведениям Кановича «Улыбнись нам, Господи». Я играю там Авнора Розенталя, человека, похожий на мою биографию, только немножко перевернутую. Он был благополучным, состоятельным, богатым, презирающим общество, высокомерным. Пожар и другая жизнь. Другая эпоха в его судьбе. И вот они сталкиваются в этом спектакле, эти мои два Авнора Розенталя. Почему я об этом так подробно рассказываю? Потому что, получив эту роль из рук такого человека, я сказал себе, ты должен, Сухоруков, это сыграть так, чтобы он об этом не пожалел. Чтобы целая труппа гениальных актеров, великолепных артистов, чудных и даже незамеченных, а они есть в Театре Бахтангова, чтобы они сказали, нет, Витьку Сухорукова не зря Тумин нас пригласил. Я должен был этому соответствовать. Сейчас поймете, к чему я это веду. И я сыграл. И Куснурович, Черешневый лес, есть у нас такой фестиваль, награждает меня за эту роль. Вот такой черешневой ягодой. Стекло, цветное стекло с острова Мурано. Итальянское стекло. Приз, да еще денег дали. У меня уже приз московского комсомольца за Авнора Розенталя. С этими призами я живу. Так это и есть месть тем, кто там, кто меня обижал, кто меня ненавидел, кто меня недооценивал, кто мне говорил, иди отсюда, алкоголик, пошел ты такой-сякой. Или вообще здоровался. Не здравствуйте. Да, я рассказываю немножко экзальтированно, артистично. Это не злоба, то, что я показываю. Я просто уже привык. Мне говорят, а где ты живой, где ты неживой? Где ты играешь, а где ты не играешь? Трудный ответ. Но я везде живой. Я везде с совестью, я везде со своей правдой. Хотя, конечно, шоу должно продолжаться. Так вот, я этими наградами, этой ролью, участием в Ахтанговском театре и мщу тем недобрым людям, которые остались в прошлом. Вы что думаете, этот козел тогда сошел бы от него? Да никогда. Пушкин стрелял первый и попал ему прямо в сердце. Но этот Заворский, более непробиваемый, под сюртуху нацепил. Потом нашли сюртуху и жилет, и мятер на нем. А поэта-то уже не вернуется. Не вернуть поэта-то. Сударь мои, солнце нашей поэзии закатилось. Писали газеты. Вся Россия рыдала. Несенчайно. Потому что он действительно был наше все. Сам государь-оператор, Николай Первый, его боялся. Любил и боялся. Его все любили и боялись. Я хотел вернуться к фильму «Бакенбарда». Вот когда вы снимались в этом фильме, вы думали о том, что он будет актуален долгие-долгие годы? Почему-то его стесняются показать сегодня. А надо бы показать. Я хожу иногда по знакомым своим редакторам и говорю, покажите, покажите. Его крутят. Его крутят. Каналов у нас много. Кабельное телевидение развито. У нас много средств массовой информации. И оно крутится. И меня радует, что порой говорят, какой у вас Павел замечательный. В фильме «Бедный, бедный Павел». А какой остров. Вот не хлебом единым. А гид бригады «Би врага» Виталия Мельникова. У меня много картин интересных. Но когда мне говорят «но Бекенбарды», конечно, это была моя купель. Я до этого немножко снимался на ленинградском телевидении у Льва Цуцельковского, для честности скажу. Чуть-чуть у меня там был. У Бирмана в детской картинке снялся «Магия черная и белая». Но вот мой экспресс, мой белый пароход от причала отошел, конечно, под знаменем Юрия Мамина фильм «Бекенбарды», где я сыграл под собственным именем. Почему? В сценарии «Старик», кличка. Я говорю, Юр, а как его зовут? Ой, я как-то над этим и задумывался. А я говорю, а пусть будет Виктор. Почему? Я говорю, ну, Виктор в переводе «Победитель». А у тебя такой персонаж, который действительно в восхождении куда-то туда, к власти, к диктатуре, к какой-то агрессивной силе. И вдруг оттуда ух! И слетает, как пух с курицы перед похлебкой. Так и здесь. И он говорит, о, хорошо. И после этого, открою маленький секрет, очень много фильмов у меня, где я режиссеров прошу называть моих персонажей по моему имени. И вот как раз вы вспомнили сегодня про родов людей. Балабанов даже отчество поставил. Виктор Иванович. Виктор Иванович. Так вот, Бакенбарды, конечно, это моя и визитная карточка, и мой орден, и мои метрики свидетельства о рождении. Я этим очень дорожу. А Балабанов? Ну, Балабанов. Мы странно встретились, мы странно разошлись. И тоже с ним прожита большая, очень интересная жизнь. Но когда он ушел от нас, я в это время был в Иерусалиме. Его отпевают в князь Владимирской церкви в Петербурге. В эту минуту я в храме гроба Господня, мы там были на гастролях, 33 свечи поставил за упокой, и мы расстались давно. И поэтому, когда он умер, я сказал себе, никаких комментариев, никаких россказней, никаких исповедей, ничего этого делать я не буду. Мы встретились неожиданно и счастливо в картине «Happy Days», «Счастливые дни». Он тут же поедет в Каана в 90-м году. Это был один Балабанов. Пройдут годы, мы закончим с ним в жмурках. Это уже будет другой Балабанов. Он останется великим, он останется суперталантливым, провокативным, современным, детем своей страны, со сложнейшим характером, с прекрасными сыновьями, с хорошей женой, которая выдерживала его, потому что он действительно нес на себе груз, большой груз ответственности за родителей, за семью, за свой талант, груз, да, он тащил свой талант, как муку. Потому что, когда мы последний раз с ним встретились на дне рождения, я ему предложил и брата три, отказался. Он не ответил мне на вопрос, почему он меня перестал снимать. Однажды только отмахнулся, сидя со сломанной рукой. «Ну ты же стал такой крутой!» Я обиделся. Потом мы расстанемся. И в последнем телефонном звонке, коротком разговоре, он вдруг скажет фразу. «Витенька, и все равно мы же родные люди». Первый раз рассказываю. Для многих людей вы все равно остались татарином, да? Да, да. Без брата. Вот вас это, да, вот такая привязка к одной роли в народном восприятии. Вас это никак не смущает? Нет, потому что в свое время, когда еще не было татарина моего Виктора, татарина из братьев, я ведь придумал некий термин «синдром ихтиандра». Что это такое? Это синдром одной роли. Вот Коренев сыграл ихтиандра, и он остался на всю жизнь ихтиандром. Анатолий Кузнецов сыграл Сухова «Белое солнце пустыни» на всю жизнь Сухов. Это уж Саахов, Вячеслав Тихонов. Уж какой актерище от Волконского до Мичмена Панина, а он Штирлиц. Это страшно. Это так больно и страшно, потому что как-то... У меня случился брат. Потом брат два. И я стану Витей Татарином по всему миру без преувеличения. Но когда мне говорят, брат, здравствуй, брат, но твой Павел, здравствуй, брат, но твои бакенбарды, здравствуй, брат, но твои Говорухинские картины... Ну, ребят, я сумел, видимо, на каком-то этапе мост построить, и я перепрыгнул этот синдром. Я им не болел. Да, узнают, да, ценят, уважают. Респект, респект, респект. Но вместе с этим мне же перечисляют те картины, которыми я очень дрожу, в том числе и комедия строгого режима. Кстати, вот это очень интересный момент, как вы все-таки сумели в вашей актерской судьбе соскочить от этих бандитских ролей. Вы очень туда вписывались, прямо скажем. И вдруг появляется там Павел, такие мощные театральные роли. Как это произошло? Это опять вот люди. Видимо, все-таки не я один талантлив. Есть вокруг меня талантливые люди, которые разглядели. Вот взяли и разглядели, как Римас Туменус. Вот он втихарят, он знал меня давно. Мы учились в одной альма-матер, только на режиссуре. Я на актерском факультете, мы тогда мало общались. Пройдут уже десятилетия. Но он тайком подсматривал, он ходил на мои спектакли. И он вдруг принимает решение предложить мне роль Авна Розенталя. Или в театре Моссовета Юрий Еремин вместе с Хомским Полосипичем, художественным руководителем театра и директором Валентины Панфиловой. Они вдруг приглашают меня в ресторан, угощают обедом и говорят, мы предлагаем вам Федора Иоанновича. Тут и сел печник. Думаю, нифига себе. Мне Бог поможет. Я измени Шуйских не верю, Шурин. А если бы поверил, то и тогда бы наказнь их не послал. Довольно кровью нарусилилось при батюшке, Господь ему прости. Я знаю, 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 что ты скажешь. Что через это царство замутиться. Не правда ли? Это Господня воля. Я не хотел престола. Видно, Богу угодно было, чтобы немудрый царь сел на Руси. Ну что ж, каков я есть, таким и должен оставаться. Ступай. Ступай, ступай! И я сегодня с полным правом могу гордиться как отрицательными ролями, так и положительными. Ну, может быть, в этом и есть талант. Только мы об этом не знаем. Вот возвращаясь к теме скромности и нескромности. Вот, опять нашел в одном вашем интервью такую фразу. Я играю эпоху. Да. Грегори, значит, был такой случай. 90-е годы. И вдруг начинает кино затухать. Какие-то идут картины, коммерческие, кооперативные кино, там что-то возникает. А наши киноимперии, Горького, Мосфильм, Ленфильм, в упадке, в упадке. А я сниматься начинаю. С кином плохо. Это мне сегодня плохо. Я мало снимаюсь, и у меня есть кризис кинематографический. Потому что люди деньги считают, уже актеры не нужны. Уже мне тут предложили одну роль на один съемочный день. И говорят, ой, только у нас денег нету. Ну, чего тогда приглашать? Давайте пойдем мандаринами торговать. Но дело не в этом. И в самые вот эти тяжелые времена, после 93-го года, были тяжелые годы, а я снимаюсь и снимаюсь, снимаюсь и снимаюсь. И нашлись люди, которые говорят, это об этом писали. Ой, опять Сухоруков. И чего они в нем нашли? Урод уродом. Прямо я даже не знаю. Вот снимают один Сухоруков. Там глядеть-то не на что. А другой отвечает на это. Какое время таковые герои? Ну, уродливое время, уродливые герои. Хотелось мне плакать в этот момент, когда я узнал об этом? Конечно. Хотелось ударить. Хотелось. Хотелось проклясть. Очень хотелось. За что? Потому что возникает вопрос. Что, мой милый, что тебе я сделала, говорила Цветаева? Так и здесь. И вдруг я сам себе сказал, Вить, успокойся. Если так разговаривают о тебе, значит, ты родился вовремя. Значит, ты живешь в том месте, в то время, когда ты понадобился. Значит, ты олицетворяешь это время. Значит, ты лицо эпохи. Вот она история. Вы обеспеченный человек? Да. Настолько, насколько я это понимаю. А как вы это понимаете? А вот понимаю, двухкомнатная квартира, у меня 12 соток огород, у моих родственников автомобили, я езжу по заграницам, я играю в прекрасных театрах, я получаю зарплату, которая у меня вполне хватает, чтобы я ел хорошую еду, покупал хорошие вещи. Все. Я никогда не куплю рубашку за тысячу долларов, ну и какие-то шерпотребовские подвальные трусы не надену. Я очень живу достаточно. А я ведь, брат, на тебя и не сержусь. Я, брат, тебе, наоборот, благодарен. Да, благодарен, что избавил ты меня от всего лишнего наносного. А я ведь и правда привязан был и к этим сапогам, и одеялу, а ты меня от них избавил. Спасибо тебе. Я каждый год, когда заканчивается определенный период, я хожу по квартире. Ага, эта кружка со мной не жила. Я из этой кружки ни разу не выпил чаю. Выкидываю, отдаю, дарю, увожу на дачу, как мусор. И я живу настолько красиво и замечательно по сравнению с прошлым. Для меня прошлое, как я вам признался, это открытая книга на будущее. Я с ним не расстаюсь. Поэтому сравнивать с тем, как было за спиной, за плечами, сегодня, ну что вы, я ангел, который летает без мотора. И может быть, какая-то перспектива. Нет, мне не интересна рублевка по-нашему. Вот рублевка состоятельная, такие жирные, коты и гуси. Нет, мне там не интересно. Ну, хорошо. Ну, я не бедный. Театр и кино, да? Какую роль в вашей жизни играет театр и кино, экран? Ну, вот сегодня уже можно сказать, что они породнились. Потому что, ведь я не снимался до Бакенбардов, а мне уже было 38 лет. И я был не нужен. И однажды был случай, когда меня пригласили на эпизодик и забыли на площадке вместе с солдатами, которых привезли из воинской части для массовки. И они меня довозили до киностудии. И я сказал, больше я не ногой в кинематограф. Хватит. Не нужен и не надо. Обойдусь. Я мог это. И только после этого момента мне звонил, и я ему отказывал. А Володя Студенников, его второй режиссер, говорит, ну, попробуй, ну, давай. Ну, чего ты? Ну, главная роль. И я из уважения пришел на кинопробы. И так себя закручивал. То есть вы даже не верили, что вас воняли? Не, не верил. И не хотел. Я уже ничего не хотел от них. И театр тоже выгнали. И я пошел по великим людям Агамерзян, Карагоцкий, Товстоногов. Никто не взял. Никто не принял. Все врали. Великие. Все врали мне. И только Карагоцкий добавил к этой неправде. Слушай меня. Мою исповедь, мое признание. Он держал меня за лкаток и говорил, у вас репутация пьющего человека. Вернитесь в театр свой и тогда поговорим. Я убрал его деликатно руку и сказал, если я вернусь в тот театр, из которого изгнан, я к вам никогда не приду. Был разговор. Знаете, какие я вам вещи рассказываю? Это уже прошлое. И я не... я все равно это люблю. Я обожаю то, что я рассказываю. Я дорожу этим, потому что в этих встречах и в Товстоногове, который сидел, слушал, слушал, а потом сказал, у меня нет вакансий, у меня вакансий нету. У него нет вакансий. Тогда зачем ты меня 15 минут слушал и выкурил две папироски, сигареты? И я уходил и сказал, спасибо, что уделили мне время, но курите вы очень много. Полная пепельница. И нет обиды. Сегодня нет обиды. Только воспоминания. Только благодарность. И только, как сказать, умиление, что это все мое. Вот, понимаете? И поэтому, что кино и театр? Есть поговорка. Я раньше говорил, нет, театр это дом, кино это дача. Дача может быть, а может не быть, а дом всегда должен быть. Сегодня я уже говорю, там хорошо, где меня любят, где меня ценят, где меня ждут, где я нужен, даже если цинично, корыстно. Я прожил 25 лет в Петербурге, в Ленинграде и переезжаю в Москву. Кстати, вот, вы очень часто в интервью говорите, что Петербург не стал для вас родным городом. Да, вот как раз хотел об этом сказать. Вы прямо, мы друг друга уже понимаем. Он меня принял, но не полюбил. Там я пил, там мне было тошно, там мне было одиноко, там мне было душно. Я ненавидел там Достоевского, который меня и таскал на своих руках. Достоевщина таскала меня на груди. И когда я с этим расстался, уже, у меня уже фильмы были, я уже накопил денег, я собрался переезжать обратно в Москву. Москва меня приняла, как я говорю, как кустодиевская баба. Она запеленала меня в свои подолы, закутала в свои посадские платки и румяными щеками прижала к себе и говорит, иди, я тебя зацелую. Образ. Вернулся, и Москва меня приняла, полюбила, одела, обула и заставила так трудиться, так работать, за что я ей страшно благодарен. В трудах умереть не больно и не страшно. Вот хотя бы несколько слов вы сказали слово «одиночество». Да. Как вы с этим справляетесь? Или вы этого не ощущаете? Это привычка моя. Я так живу. Это даже не норма, не правило. Это моя сущность. Это моя природа. И никуда от этого не деться. Я так живу. Я заметил, что даже если я бываю в обществе, я устаю. Вот. И я убегаю. Ну, так бывает. Такие бывают. Птички в одиночку летают, волки в одиночку воют. Луна – это одна. А что для вас важнее? Друзья или родственники? Родственники, конечно. Родственники. Конечно. Вот вы знаете, вы один из немногих моих гостей, может быть, даже единственный, который так сказал. Почему? Потому что все говорят «друзья». нет, даже если бы мои родственники, а их осталось немного, если бы они были со мной в ссоре, я бы переживал это. Но все равно это... Это кровь. Это дерево мое. Это моя точка земли, где я с ними появился на свет и встречаюсь с вами. Вы это ощущаете? Ощущаю. И я вам больше скажу. И я Орехов Зуевский, барачный мальчик. Забудем теперь всю историю про рубаху парня. Не будем говорить о том, что я кокетничаю и вихляюсь в своей биографии. Но только возвращаться, помирать. Я поеду в Орехов Зуева. И я это и мэру сказал. И однажды на одной из церемоний, там мероприятий, на празднике своего города, где я почетный гражданин, как я говорю, лучше быть королем в деревне, чем никем в городе. Я король в городе Орехов Зуева. Меня уважают. Зато меня любят таксисты и пьяно возят домой. Так вот, я в Орехов Зуеве очень уважаемый, любимый человек. И я сказал руководству города, помирать ведь приеду в Орехов Зуева. Вы хоть... Я прописываю, что у меня московская. Вы меня похороните? Похороним, похороним. Ну, это еще и будет не скоро. Да, и мы уже говорили, что вы пообещали жить долго. К сожалению, наше... Планов много. Время наше, к сожалению, закончилось. И я хотел бы закончить наш разговор опять же цитатой из Виктора Ивановича Сухорока. Давайте. Она будет такая примерная, да? Так вот, вы сказали о том, что вы не хотите хвалебных речей на панихиде. Вы сказали, хотите сказать что-нибудь хорошее, говорите сегодня. Так вот, я думаю, что наша передача внесет какую-то маленькую долю, да, толику, вот, в то хорошее, что вы хотите услышать при жизни. По скриптам оригинальный, впервые и единственный. И не аплодируйте за гробом. Аплодируйте сейчас. Это был Виктор Сухоруков, народный артист России. Всего вам доброго. Сухоруков, народный артист России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова